Ребята, всем привет! Это новый влог. Да, спасибо, что включили его. Я надеюсь, вы поставите пальчики вверх заранее, ну или после просмотра этого видеоролика. Да, и в середине, в середине я обязательно озвучу пять человек, которые подписались на меня в Инстаграм. А я иду. Куда иду, не знаю, но куда-то я иду и хочу, короче, ответить, вернее, пройти тест. Я нашла в интернете. Нашла в интернете. Сейчас. Секунду, тут еще надо пройти. Вот. Я думаю, меня никакая змея в жопу не укусит. Отсасывать некому. Отсасывать некому. Отсасывать некому. Ебаный в рот, да как так-то, а? Вот. Решила пройти тест. И хочу, чтобы вы тоже его откомментировали. Я его не проходила, я его только нашла. Там буквально девять вопросиков. Ну а пока, собственно, я иду. Посмотрите другие моменты из моей жизни. Давайте. Я не смотрю. Я тебе потом покажу. Так, попытка номер два. Че ты там готов? А, ты прям купальную и плавку взял? Или ты будешь голый? Ты прям куп... Ну, у меня нет купальных. Я буду так прям. Тебе помочь? М? Да. Я думала, тут полотенце сразу. Так. Я наблюдаю, наблюдаю. А, мы приходим. Вон, вон. Таким отмазать. Ой. Ой, че, правда, что ли? Прикольный, да? Он голый был. Я потом приближе попал, смотрю на камеру. Ой, подожди, так опасно, опасно, опасно. Опасно. Ой, мамочки. Встала? Что здесь? Встала. Подожди. Да ты копчешь. Подожди. Ой. Давай. Кидай. Это не калючка. О. А мы точно поднимемся? Идит первая. Я думала, ты первый, наоборот. Потому что Идит здесь идёт. А полетишь и пушит. Ой. Моя огромная же пень тебе растает. Обалденный коток. Как-то снизу казалось проще. Ты там не скользи. Я тебя поймать точно не смогу. Вот. Давно надо было проложить тут путь. А что же это? Столько обходить. О, какая красота. Полянка. Можно тут вот под кустиком. Никто не увидит. Полезать? Полежать. Ну, я же тебе это так говорю. Полезать? Это не... Вот ты меня сейчас не услышала. Ты сказал, полезать. Полежать. Полезать. Я уже хочу полезать. Все, тихо, тихо, тихо. Как раз ступенечка. А вон там можно, нет? Да нет, нет. Ну, вот опять ноги придется раздвигать. Долезла. Подожди. Под? Да я хочу поставить. Ааа. А, ну да. Тихо, 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 тихо. Стой. Раз, два. Оба. Да. Опускаем. Опускаем. Ой, ты опять грязный стал. Из-за меня. У тебя щетина сейчас это расчесала у меня голос. Да? Что тут? Да, что здесь? Ничего не забыл? Нет. How do you do, you do? Что-то там песня такая есть, да? How do you do, you do? Ду-ду-ду-ду-ду-ду. И я хочу писать. Честно. Нет, если я здесь сяду, на природе, это может плохо закончиться. Поэтому, ах, как ух ты, колюченье так. Могу немножечко потерпеть. И вообще туда иду, нет? Да вроде туда. Вот. Такие у нас прекрасные виды. О, кстати, видите, вот эти вот летают. Ааа, как он называется? Параплан? Параплан, да, по-моему, на этом, на парашюте или... Параплан, короче, вот. Никогда не летайте, потому что тут сидят всякие вот эти вот самоделкины. И хрен знает, что может случиться. Потому что в том году было очень-очень много случаев, когда... Сколько травы, когда они падали, да, и люди погибали. Поэтому я не советую... Так же... Так же... Все, наконец-то вышло. Так же не советую вам кататься на джипах. Вот этот джипинг, знаете, не надо. Вот. Ну, а тут у нас есть такое место... Очень много мест потрохушек, так сказать. Потому что, как сюда приходишь, тут очень много влажных салфеток. Вот всякая эта херни. Вот. Да, это место потрохушек. В принципе, по всему этому побережью. Люди не думают о чистоте, не забирают ничего с собой, а просто люди кидают это на месте. Ну, как бы, вообще не ценят, не уважают, вообще не любят просто Анапу. Как там есть песня? На кавре, в вертолете мимо радуги, вы-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Продолжите сами, я не знаю. У меня ковер-вертолет. О, все, зашвелась. Я его примяла. Вот. Норм. Да, блин, ну нет. Меня это не устраивает. Я хочу нормальную постель. Вот. Я надеюсь, что унитон у меня нет. Не вылезет. Все будет, все будет хорошо. Так, ну что, сейчас я возьму телефон, дотянусь до телефона. Кстати, я бы хотела, знаете что, вообще это все нахер расстелить. Потому что меня это не устраивает. Сейчас, мы все расстелим. Ну, я не знаю, будет там, что видно, или не будет, что видно. Хоть кто хочет то, что и думает, что я тут собралась делать. Настурбировать по мне, я не знаю, что. Нет, я хочу только с вами поговорить. Вот. И прийти вся вот в этих колючках домой. Ну, это нормально. Так что, давайте-ка с вами начнем. Уже не будем метать. Его еще понаедут всякие. Эх. Так, ну что, для начала я хочу озвучить этих пяти человек. Так, в первую очередь это... Ооо, это реклама уже какая-то получается. Ландшафтный дизайн Краснодар. Спасибо, что подписались на меня. Спасибо, что ставили лайки. Вторые. Это у меня хам 006. Может, я неправильно прочитала. Тебе тоже огромное спасибо. Виталий Киричек. Может, я неправильно тоже прочитала. Вы меня за это извиняйте. Тебе тоже огромный лайк за то, что ты на меня подписался. Александр Лысенко. Спасибо тебе огромное. И последний это Василиса Туманова. Всем огромное спасибо, что вы на меня подписались, что вы смотрите меня, ставите лайки. А также и вы, ребят, можете попасть в следующий мой ролик. Если подпишетесь на меня в Инстаграм и пролайкаете несколько фотографий, а еще лучше прокомментируете. Начинаем отвечать на тест. Ваш сексуальный тип. Для вас настоящая близость это постоянный обмен мнениями общих смыслей, постоянное проявление любви и преданности, неподдельное чувство, полное удовлетворение в интимной жизни и ощущение физической близости. Ну, для меня, в первую очередь, это, наверное, постоянное проявление любви и преданности. Второй вопрос для Вас. Любовь с первого взгляда. Это смесь влечения и безрассудства. Искра, без которой не может прийти настоящая любовь. Лишь первый шаг на пути к более серьезному чувству. Сексуальное влечение, которое, встретившись с ответным призывом, может перерасти в постоянное чувство. Знаете, скорее всего, да. Потому что, ну как, вот первый взгляд, первые эмоции, ты никогда не знаешь, во что они превратятся. И в первую очередь, у тебя есть какое-то влечение к человеку. Скорее всего, это последний вариант. Это сексуальное влечение, которое, встретившись с ответным призывом, может перерасти в постоянное чувство. Третий вопрос. Секс без любви. Также хорошая иногда и более интересия, не вызывая таких эмоций, как секс с любимым человеком, обошляет отношения, может быть великолепен, и тогда следом за ним может прийти любовь. Но опять-таки же, ребят, если у вас нет человека очень длительное время, ну секс это всегда всем хочется, любви всегда всем хочется, да, и этот секс может быть великолепен. 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 Вот. И вслед за ним может прийти любовь. Да. Для того, чтобы любовь со временем не угасла, она должна быть основана только на сексе, но и на общности, интересов, мыслей, занятий. В ее основе должно лежать сильное, неослабевающее чувство. Нужна прочная эмоциональная связь. Необходимо сексуальное удовлетворение, а вместе должно быть хорошо. Да вообще, без всего этого, в принципе, не обойтись. И как же ответить на этот вопрос? Конечно, любовь не должна быть основана только на сексе. Обязательно должны быть какие-то общие интересы. Это естественно, иначе... Как жить тогда с этим человеком? Ну, и опять-таки же, должно быть сильное, неослабевающее чувство. Обычная эмоциональная связь. Я даже не знаю, что ответить. Необходимо сексуальное удовлетворение. Ну, сексуальное удовлетворение... Допустим, может быть, пять лет назад я бы могла ответить, да, что нет. Вот только там чувство, любовь. Ну, естественно, необходимо сексуальное удовлетворение. Я не знаю, как кто меня сейчас поймёт, но я хочу, что... Так, обогащать сексуальную жизнь, но... Необходимо, чтобы секс не потерять своей эротичности. Да. Я не буду дальше читать. Да. Необходимо. 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 В любви для вас важнее всего единение души, взаимопонимание, сильная страсть, она волнует и притягивает. Полное слияние с другим человеком, благочувство удовлетворения. Ну, я думаю, блин, и сильная страсть уже притягивает. Наверное, последнее. Полное слияние с другим человеком. Секс с новым партнёром – это нечто прекрасное. Если вы влюблены, то, на что не так легко решится. Всегда неизвестность и риск. Чрезвычайное ретичное предупреждение, независимо от того, кто рядом с вами. Ну, я думаю, блин, ну пусть это будет нечто прекрасное. Если я влюблена, то что прекрасно будет. Решать проблемы, возникающие между вами путём переговоров. Необходимо, собственно, только так их можно разрешить. Тут трудно, разговоры не затрагивают чувства, не стоит. Нет, первый вариант – необходимо. Всегда нужно решать проблемы. И последний вопрос. Если у вас попало желание делиться друг с другом тем, что на душе, вы ощущаете горечь и пустоту, чувствуете себя никому не нужной, не обращайте на это внимания, главное не выразить словами, вы считаете, что это нормально, чтобы в отношениях не появилось чувство враждебности. Ну, вообще, я чувствую себя никому не нужной. Но я об этом, блин, я не знаю, скажу, не скажу. Может, скорее всего, не скажу. Может, нет, я скорее всего это скажу. Да. И во мне будет и горечь, и пустот, да. Ну, я не знаю. Ну, я, наверное, буду чувствовать себя никому не нужной. Итак, результат. Вы относитесь к эмоциональному типу. По вашему мнению, самый незабываемый секс возникает на основе релациональной симпатии друг к другу. Причем иногда эти эмоции приносят боль, иногда радость. Секс для вас играет важную роль, но вам мало лишь физического влечения. Необходимо полное смеяние. Глубокое чувство у вас способно перерасти в настоящую манию. Вы во всем руководствуетесь эмоциями, а не разумом. Слушайте, это, это, это прям, вот это прям в точку. Это прям, как они это сделали, как они это все узнали. Вот это реально ведь так. Вот что меня всегда подводит, это мои эмоции, да. Я, когда влюблена, когда я влюблена, я не могу разумно думать. Ой, ну все, ребят, я ответила на тест. В принципе, можно было и не отвечать. Все было и так понятно. Ну ладно, все отлично. Я еще, наверное, поваляюсь в этой траве. Может, и нет, может, я сейчас быстрее убегу отсюда. Не, ну ты прикольно лежишь, и тебя никто не видит. И перед тобой просто небо. Просто небо. И больше ничего тебе не надо. Ребят, я вас очень, очень сильно люблю. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Ну, на этом все. С вами была я, Кира Найт. Всем пока-пока. Кто же расскажет про секс нам лучше всех? Ребята, заходите, все вас ждет успех. Лучше на ютубе не найти. Присоединяйся, да. Скорее поспеши. Не знаешь, как делать куни. И при виде шаурмы появляются слюни. Виды писек ты не знал. Тогда тебе точно зритель на канал. Может, золотые дожди интересуют? Фисен, сквирт, попробуй все вживую. Кира Найт, брати, круй, распад. И все будет у тебя ништяк. Секс-инструктор расскажет свои байки. Не забудь поставить свои лайки. Кира Найт, это наше спасение. Расслабься и получаю дотворение.